МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Семьсот фактов мошенничества зарегистрировано в области за десять месяцев. Ну, болтал там много-много, как помощь давать, сколько вы будете пенсии получать, вам давают пенсию, говорю, добавить это хорошо, добавят. Непредсказуемая погода. За выходные в области произошло 10 ДТП. 14 человек пострадало, один погиб. Стендап-баттл в Караганде. О чем хохмелено конкурсе языкастые комики, знают жюри и наши корреспонденты. В Карагандинской области мошенники продолжают обманывать пенсионеров. За один день преступники отняли у доверчивых пожилых людей более полумиллиона тенге. В Караганде в последнее время активизировались мошенники, охотящиеся за деньгами одиноких пенсионеров. За 10 месяцев текущего года правоохранительными органами зафиксировано около 700 случаев мошенничества. На удочку проходимца попалась и семья Глуховых. В квартиру позвонил молодой человек и представился работником Акимата. Показал удостоверение, я посмотрела его лицо, но фамилию не посмотрела, но своей доверчивой совестью он пришел. Я пришел из Акимата, мы вас поставим как на учет, вам будет помощь. Дайте удостоверение. Дала удостоверение, он отметил это. У него была планшетка такая. Потыкав пальцами в планшетку, якобы заполняет бланки, посетитель, не взначаясь, просил, есть ли дома деньги. Сейчас Акимат проводит индексацию из-за инфляции. Деньги надо оформить и получить процент. Индексация повлияет и на пенсию. Болтал там много-много, как помощь давать, сколько вы будете пенсии получать, вам добавят пенсию, добавят это, хорошо, добавят. Денежки дома нашлись, 50 тысяч в деньге. Их пересчитали, зафиксировали в планшете. После этого молодой человек отбыл, чтобы посетить соседей и пропал. Естественно, с деньгами. Благо, глуховы быстро спохватились и сообщили в полицию. Молодого человека задержали. На опознание пенсионеры вели себя благородно. Воспитание не позволило ударить человека, а очень хотелось. Мне ведь тебя жалко, ты как моё дитё. А я говорю, обещала бить, но я тебя не ударю. Зачем ты залез в эту грязь? Можно назвать таких людей наивными. Но когда ты проживаешь свои дни честно, не желая зла ближнему, то веришь, что и остальные люди такие же. Лучше вспомнить призыв прошлого века. Храните деньги в сберегательной кассе. Неплохой совет. На сегодняшний день возбуждено более 700 уголовных дел, по которым приняты законные процессуальные решения. Но есть преступления нераскрытые, где фигурируют неизвестные лица. Но в настоящий момент задержаны два человека, которые дали показания. Раскрываются такие преступления очень сложно, а лихих людишек в Караганде хватает. Поэтому не надо раскрывать двери и душу перед первым встречным. Надо сразу звонить в Акимат и интересоваться, проходит ли какая-нибудь акция. Будьте бдительны, уважаемые пенсионеры. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Погода преподнесла сюрприз на выходных. Автотрасса «Балхаш-Караганда» была закрыта для общественного транспорта из-за гололеда. За два выходных дня в области было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, при которых 14 человек пострадало и один погиб. Как ни стараешься готовить сани летом, погода со своей непредсказуемостью всегда огорашивает. Ночной дождь в пятницу перешел в снег с морозом и валил себе потихоньку все два выходных дня. Представляете, во что превратилась дорога? Снизу наледь, сверху пушистый снежок. Детворе радость, а водителю одни неприятности. 25 октября на трассе Алматы-Екатеринбург на 950-м километре произошло опрокидывание автобуса рейса «Карагандах-Тугай». На момент совершения ДТП в автобусе находился 21 пассажир. По предварительной версии водитель, не справившись с управлением, совершил опрокидывание автобуса в кювет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. А вот самих карагандинцев неожиданно сюрприз природы не удивил. Местным жителям не впервой неожиданно просыпаться в заснеженном городе. Я уже подготовился к зиме. Считаю, что снег в Караганде выпал своевременно. Думаю, что все карагандинцы успели достаточно отовариться к предстоящей зиме. Одно дело ходить пешком, другое на машине. Многие автомобилисты никак не ожидали такого резкого выпада осадков. Многие из них не успели подготовить своих железных коней к суровой карагандинской зиме. В этом году снег выпал рано. Я даже не успел поставить зимнюю резину на свой автомобиль. По сравнению с прошлым годом, зима наступила быстрее. Но что поделать, погоде не прикажешь. Еще одни герои, которые на себе почувствовали неожиданный приход зимы, сотрудники еще на монтаже. У большинства СТО Караганды создаются живые очереди из автомобилей, хозяева которых не один день ожидают возможности переобуть свои машины. Многие шиномонтажки перешли на круглосуточный режим работы. Это даже ажиотажем назвать нельзя. Зима пришла очень рано. В этом году она наступила просто экстренно. После сильного дождя наступил страшнейший гололед. Вы, наверное, сами видели аварийную обстановку просто на дорогах. У нас шиномонтаж работает круглосуточно, забито все на свете. Люди на пределах, нервы все на пределах, кидаются на всех. Наши мастера просто не смыкая глаз работают и днем, и ночью. В круглосуточном режиме приходится работать и труженикам коммунальных предприятий города. На уборке дорог уже задействовано более ста едней из техники. Особо опасные участки дорог покрывают химическим раствором. В целом на очистку улиц города задействованы более ста едней из техники и 130 дорожных рабочих. В первочередном порядке была произведена подсыпка аварийно-опасных участков песко-соляной смеси. Это путепроводы, мосты, пешеходные переходы. Кроме того, на следующий день заключены договора с предприятием города на аренду 150 единиц техники. То есть это самосвалы, погрузчики. Выходные дни для карагандистов прошли в тяжелых условиях. Советуем местному населению внимательно следить за новостями погоды и одеваться теплее. Ануар Сидрахим Шалкар Аутумбеков, Арман Нартаев, Первый карагандистский. Сегодня на аппаратном совещании, прошедшем под председательством Акима области Нурмухаммеда Абдибекова, были рассмотрены актуальные вопросы сельского здравоохранения. Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев постоянно подчеркивает, что наши жители должны быть обеспечены своевременной и качественной медицинской помощью, независимо от места проживания, будь то городской житель или сельчанин. Именно отсюда исходят все задачи, стоящие перед здравоохранением, сказал глава региона, открывая совещание. Плотность населения на селе низкая. Это тоже накладывает свой отпечаток на характер организации работы, будь это сфера здравоохранения или другая деятельность, а в сфере образования и здравоохранения, наверное, в первую очередь. По информации руководителя управления здравоохранения Ержана Нурлыбаева, медицинскую помощь сельскому населению оказывает 9 центральных районных больниц, в состав которых входит 8 сельских больниц, 71 сельская врачебная амбулатория, 51 фельдшерско-акушерский пункт и 229 медицинских пунктов. Сельское население области составляет 23%, причем более 60% из них – это люди пожилого и старческого возраста, у которых сложился целый комплекс хронических заболеваний, обусловлены еще определенными традициями, жизненным укладом, что отрицательно влияет на индекс здоровья. В текущем году в село направлено 24 единицы санитарного автотранспорта, 57 единиц медицинского оборудования, установлено 5 отопительных котлов. В области функционирует служба санитарной авиации. В течение 9 месяцев 2014 года бригадами специалистов осуществлено 133 выезда в отдаленные сельские населенные пункты, прооперировано 14 больных и проведено 52 консилиума. Для оказания экстренной медицинской помощи наряду с автомобильным транспортом используется малая авиация. Всего в текущем году в сельские районы сделано 5 вылетов. Для консультации больных специалистами областных медицинских учреждений используется возможность 11 телемедицинских центров. За 9 месяцев 2014 года имя проведено 2270 консультаций. Всего в текущем году проведено более 140 тысяч исследований и осмотрено 67 тысяч сельских детей. С апреля по ноябрь в регионах работают передвижные медицинские комплексы, которыми осмотрены жители 132 отдаленных сельских населенных пунктов, где проживает более 66 тысяч человек. В сельских медицинских организациях трудится 495 врачей и 1931 – средний медицинский работник. В текущем году удалось привлечь к работе 24 молодых врача. В целом по сельским районам снижена общая смертность на 7%. Случаев материнской смертности не зарегистрировано. Младенческая смертность снижена на 17%. На 6% уменьшилась заболеваемость туберкулезом. В то же время в сельском здравоохранении имеются ряд проблем. Это прежде всего дефицит медицинских кадров. Сельские лечебные учреждения еще недостаточно оснащены медицинской техникой и оборудованием. Требует развитие мобильная медицина. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Hercule. Торговая марка Galvin представляет. Эконом серия профиль Galtec 53 серии. Эконом система трехкамерных профилей. Монтажной шириной 53 мм. Представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Управление по развитию языков города Караганды провело конкурс среди преподавателей дошкольных учреждений на знание и умение преподавать государственный язык. Каждый участник конкурса демонстрировал свои методы обучения. Подробности в следующем сюжете. На конкурс собрались участники из многих городов Карагандинской области. Из 22 претендентов отобрали 8. Преподаватели дошкольных учреждений демонстрировали свои методы обучения, индивидуальный подход к ученикам, современные методики преподавания. Это одни из основных принципов, которым придерживаются преподаватели дошкольных учреждений. Цель этого мероприятия – расширение сферы функционирования государственного языка. Во-вторых, это поддержка и выявление лучших учителей казахского языка в системе воспитания и обучения дошкольного образования. Перемены в сторону повсеместного внедрения государственного языка происходят быстро. И нужно уже с малых лет начинать учить язык по новым, прогрессивным методам обучения. Так считают участники конкурса. В своей практической работе я предлагаю обучение по современным технологиям. Успешному освоению государственного языка способствует и ряд психологических особенностей, присущих детям-дошкольникам. Высокая восприимчивость и активная память – в этом и помогают такие методы. Развитию государственного языка в стране уделяется большое внимание. Все чаще проводятся семинары, встречи, организовываются конкурсы. Проведение таких мероприятий является удобной формой для обмена опыта. В планах у организаторов проводить конкурсы чаще. В завершении участникам были вручены сертификаты и памятные подарки. Гульнур Жакен, Шалкар Алтынбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Стендап-баттл в Караганде. На минувших выходных восемь стендап-комиков сражали своим юмором горожан. О чем они шутили с публикой, узнавал наш корреспондент. Что есть стендап на сцене? Это сольно-юмористическое выступление перед живой аудиторией. Один из жанров развлекательных программ. В репертуар стендап-комиков, как правило, входят авторские монологи, короткие шутки, импровизация с залом. Стендап-комик выходит на сцену и что-то говорит в качестве монолога, говорит о всех общих проблемах, говорит о своих личных каких-то вещах, наблюдениях, то, что его интересует, то, что его беспокоит, то, что ему важно. И это все, конечно же, оформляется в юмор. Восемь стендап-комиков захотели попробовать свои силы на пусть и небольшой, но немаловажной сцене. Сильно мы не волновались, говорят участники, быть может потому, что обстановка соответствовала. Приглашенные гости и просто желающие весело провести время сидели на полу в домашних тапочках и с нетерпением ожидали каждого участника. Аплодисменты доставались всем. По очереди стендап-комики выходили и начинали свой монолог. Абсолютно в любом фильме Вузасов есть такой герой, который бегает весь фильм и кричит. А, мы все убираем, мы все убираем, что нам делать? Ох, нас забрало мне спасение. Мне повезло сесть с таким чуваком на империи. Этот веселый стендап-комик учится на четвертом курсе медицинского университета. В будущем в планах у молодого человека связать эти две несоввестимые профессии – юмор и медицина. Как это можно сделать, знает только он один. Почему бы и нет? Мартиросян закончил медицинский, он невропатолог-психотерапевт, резидент комедий-клаб. Не всегда аудитория отвечает смехом стендап-комику, однако последние не унывают. Юмористы уверены, главное не закрывать рот и закончить свой монолог. Все равно, когда не смеются люди, все равно, когда ты начинаешь теряться, ну, ты должен по-любому выступить в выступлении, выложиться на все стои, чтобы, ну, я думаю, чтобы оно зашло, чтобы люди смеялись. Я думаю, вот так. Юмористы шутили, публика смеялась. В этот вечер хорошо провел время КВНчик-журналист Александр Крылов. Ему выступление стендап-комиков пришлось по душе. С таких вот малых сцен как раз-таки и для многих открывается большая сцена. Потом для них, может быть, кто-то продолжит, кто-то еще нет, кто-то завяжет на этом. Но это интересно, такой, знаете, небольшой такой андерграунд, подпольный юмор. Самое интересное, что они молодые, они студенты колледжов, буквально университетов только начинают. И юмор молодых – это всегда интересно. Кроме веселого времяпровождения, аплодисментов, интерес участника подогревался маленькими, но приятными призами и главным денежным выигрышем – суммой в 10 тысяч тенге. Хотя в таком деле, как юмор, деньги играют последнюю роль, ведь над ними тоже смеются. Амина Смакова, Шалкар Алтынбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде свой премьерный показ сделал российский цирк. В прошедшую субботу ребятня повела своих родителей на представление. К общему удовольствию программа понравилась и взрослым, и детям. К нам приехал цирк. Несмотря на избалованность карагандинской публики, цирковое представление всегда вызывает любопытство. Это некое таинство, которое стремятся разгадать зрители. А цирковые поддерживают интригу до конца представления. Где не дают скучать, так это только в цирке. Уже в фойе начинаются приятные неожиданности – аплодисменты тем, кто пришел в гости. Тут разные жанры, например, морские львы есть. Естественно, у них ни ноги, ни лапы, у них ласты. Там они определенные трюки могут делать. Собачки, акробаты на лошадях, шимпанзе. Ну, это маленький человечек, так же, как и люди понимают все. Ну, очень веселая программа, смотрите. Если вы хотите понять значение выражения «веселый яролаж», ваше место в цирке. Здесь фантазируют не только артисты, но и зрители. Ведь можно представить себя на месте, скажем, акробатов. Сердце ёкает, глаза горят, адреналин зашкаливает. Хочешь быть циркачем? Наверняка каждый мальчишка скажет «да». Новый город, волнение, как обычная работа такая, то, что волнение постоянное. Я же никогда в жизни не представлял, что буду работать в цирке, но как пришел, и мне нравится, безумно. В цирке интересно все. Например, ковровые. Они что, ковры продают? Нет, это клоуны. А вот и собачки-джигиты. Мастерство маленьких наездников поражает. Настоящие чудеса джигитовки. Вот так зрелищный калейдоскоп меняется каждую минуту. И всегда ждешь, что будет дальше. И удивляешься, удивляешься, удивляешься. А тут еще и лев. Правда, морской. Но его выступление надо видеть воочию. Так что приходите на представление российского цирка и смотрите все своими глазами. Цирк дает представление до 9 ноября. Сергей Высокосов, Шалкар, Алтынбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В минувшие выходные в Караганде прошел ряд спортивных событий. Мини-футбольный клуб «Тулпар» в двух играх разгромил столичную «Ошкон-искру» 14-5 и 7-3. А вот футбольный клуб «Шахтер» уступил Астане со счетом 2-0. Под активным снегопадом горняки провели последнюю домашнюю игру. Карагандинцы принимали у себя претендентов на золото премьер-лиги футбольный клуб «Астана». Ни задержка по выплате зарплаты, ни плохие погодные условия не помешали футболистам выйти на заснеженное поле карагандинского стадиона и в последний раз в этом году выступить перед домашними трибунами. Тренер гостей остался доволен взятыми тремя очками, отметив хорошую игру «Шахтера». Станимир Стоилов неравнодушно отнесся к тяжелому периоду, который переживает наша команда. И уверенно заявил, что карагандинцы скоро вновь вернутся на былые позиции. Когда увидел, что «Шахтер» хотели, играли хорошо тоже, они хорошие команды. Чуть-чуть, я знаю, проблемы у них есть, но надеемся, что все будет в порядке. И на следующий год «Шахтер» опять будет этой командой, кто будет самый лучший, одна от самых лучших в Казахстане. Матч 30-го тура больше напоминал дворовой футбол. Выносливый капризом погоды оказались столичные футболисты. На 33-й минуте ворота горняков был назначен пенальти. Точный удар с 11-метровой точки реализовал Атанас Курдов. Он же и стал автором второго мяча, который в итоге оказался победным. Сами все видели тяжелейшие погодные условия. Тяжелые были, конечно, для обеих команд. Но я, если честно сказать, претензий к футболистам никаких предъявить не могу, потому что и желание было, и много было борьбы, самоотдача. Немножко повезло команде истане, конечно. Горняки все еще имеют теоретические шансы занять четвертое место. Надеемся, что любовь к футболу возьмет верх над финансовыми трудностями клуба, и команда покажет хороший футбол в оставшихся встречах. Ануар Сидрахима, Адинжакан, Арман Нартаев, Первый карагандинский. Также в прошлые выходные в Павлодаре прошел впервые международный турнир «Алем Барсе», где принял участие наш борец Астыл Барменов. Выиграв две схватки, он уступил чемпиону турнира кубинскому борцу Оскару Рене Брайсону и занял седьмое место. А в Караганде юные спортсмены бились в стиле уши санда. В Майкудукской школе номер 8 прошло первенство области по уши санда среди юношей. В соревнованиях приняло участие 112 спортсменов из семи команд со всего региона. На сегодняшний день этот вид спорта в Казахстане имеет бурное развитие. В уши санда схватки очень зрелищные. Удары руками и ногами, яркие броски захватывают дух зрителя. Соревнования являются отборочными на чемпионат Казахстана, который пройдет в Ахтубе. А далее чемпионы страны поедут на первенство мира. Хочу пожелать спортсменам удачи. С каждым годом спорт набирает хорошие темпы развития. Молодые спортсмены выступают по весовым категориям. Для безопасности надевают шлем и специальную защиту для корпуса тела. Ушипов Якуб занимается уже два года и мечтает стать чемпионом мира. Ушипа плюс 55 килограмм. Бой провел-выграл. Холла-лаху. Вот такие планы дальнейшие. Стать чемпионом азиатских игр. Боевые единоборства воспитывают мужество и храбрость у юных спортсменов. А также закаляют дух и тело. Пожелаем удачи нашим юным спортсменам на следующих стартах. Бигзат Аликайдаров, Айдын Джакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин